Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я удивлен, хотя чего уж удивляться, нынешние студенты не знают, восхищаются, когда им рассказываешь. Знаете, такая старинная притча о лягушках, две лягушки, которые попали в кушин с молоком, стерки скользкие, высокие, они выскочить не могут. Одна лягушка смирилась со своей судьбой и утонула, а вторая не смирилась, стала биться лапками, дрыгать, дрыгать. Она сбила комок масла этого молока, оперлась на него и выскочила. И вот таких случаев говорят, вот никогда не сдавайся, бейся, бейся до конца и все будет хорошо. Один товарищ мне ответил, в ситуации, в которой мы сейчас находимся, кто сказал, что мы в молоке? Эта субстанция называется чуть иначе. Уважаемые коллеги, мы сейчас только ленивые, не рудает единый государственный экзамен. С другой стороны, растает число людей, которые, в общем-то, хвалят и довольны этим. Директора школы, заучи в районах сейчас спрашивал. Действительно, наши ученики стали поступать свободно в московские, в казанские УЗы, без всякой невротребки. Удачно взяли ЕГЭ на месте и подали в престижные даже какие-то ВУЗы. Но их это устраивает. Есть уже молодая поросль педагогов, которые, собственно, сами чуть ли не жертвой ЕГЭ, все это вот как поддерживают, а ну как привыкли уже люди. Что-то там даже совершенствовать, вот сочинение хотят вернуть снова, сочинение писать и так далее. Может, еще и дальше будут совершенствовать, ну как какой-то вот инструмент действительно такого вот лифта, что действительно люди с провинции могут поступить в престижные ВУЗы и так далее. Это в этом смысле полезно. Но дидактическая цель, кстати, не ставилась никакая. Ставилась цель устранить коррупцию в ВУЗах, вот дать возможность детям из глубинки поступать в столичные университеты и так далее. Но отчасти она, в общем-то, получилась, хотя сейчас экономические тоже причины. Школьник с Комчатки откуда-нибудь, да, вряд ли так выживет в Москве и вряд ли сможет съездить домой на каникулы. Он там уехал на пять лет, может через пять лет вернется с дипломом. Вот, но все-таки вот эти отрицательные последствия, они существуют. И в первую очередь вот это вот действительно уже, как тот сказал, спорная мысль, да, ЕГЭ нравится плохим учителям. Им можно уже не учить детей, да, а натаскивать. Им можно заниматься репетиторством, это их тоже вполне устраивает. Вот, а вот последствия такие, что действительно сейчас вот нет понятийного мышления, которое еще проявлялось, должно еще в младших классах. В старших классах вообще, только натаскивали на тесты, практически одиннадцатый класс, дети ничего нового не узнают и не учатся. Они уже готовятся просто к издаче тестов. И самое еще, может, тоже важная системность мышления исчезла. Вот, ну, пять лет назад всего лишь, да, такое обследование проводил. Есть такой тест Рокича. Это список восемнадцати ценностей человеческих. Ну, там, хорошая семья, интересная работа, там, деньги, ну, хорошие друзья и так далее, да. И вот надо их ранжировать. Вот, что для вас в этом списке номер один, номер два, номер три, четыре. Вот пять лет назад студенты справлялись с этим тестом вполне нормально, стандартно. Они могли из восемнадцати именно расставить приоритеты, что для них первое, второе, пятнадцатое, шестнадцатое, восемнадцатое. А через пять лет более простой даже был тест. Вот вы, ну, какую-то профессию осваиваете, да, в годе. Там всего десять был список, десять таких признаков. Ну, что вы цените в своей профессии? Интересная работа творческая, там, возможность жить в крупном городе, зарплата, престиж и так далее. Всего десять, даже не восемнадцать. Ну, единичные студенты, которые все десять проранжировали по порядку. Основная масса, ну, три-четыре-пять галочек поставят, вот это мало важно, остальное. Ну, и остальные, оставшиеся, что за дурацкий тест. Вот к чему приводит ЕГЭ. Систематизировать из десяти признаков проранжировать уже неспособное. Так можем доиграться до следующего. Ну, может, конечно, такая задача и ставилась. Готовить фишек таких, пешек, исполнителей. Чего думать-то? Бывший министр образования сказал, что надо готовить не человека-творца, а человека-потребителя, который будет пользоваться плодами чужих технологий. А кто на вас работать потом будет, товарищи с высшей власти? Так можно доиграться. Считается, что проще управлять таким серым, было образным населением. Но там и идеи нехорошие тоже быстрее возникают. Так что палка о двух концах. Продолжаем разговор о ценностях Таллиннской школы менеджеров Владимира Константиновича Тарасова. Еще одна ценность, которую он тоже так вывел потом и кровью на базе своих, так сказать, трудов и исследований. Идти навстречу неправомерным требованиям нельзя. Как положено, как по инструкции. И вот идти навстречу, войти в положение, не понимает народ. Особенно исполнительский персонал опять же. Ну, допустим, вот к начальнику цеха подходит рабочий с заявлением, с просьбой предоставить ему четыре дня на свой счет, для бракосочетания. Ну, начальник цеха смотрит, поздравляю, говорит, советую любовь. Почему четыре, говорит, положение три дня? А помните, вот Сидоров женился, он же там четыре дня ему давали. Ну, помню, говорит, ну, у него же там мать-деревня, надо было за ней съездить, там прочее, она плохо передвигается. А у тебя, слава Богу, родители живы-здоровы, и все. Вот три дня, поздравляю, иди женись. Он идет жениться, возвращается через четыре дня. Как просил. Что с ним делать? Убить об стену? Ошибка была допущена в случае с Сидоровым. Даже при всех ее обстоятельствах семейных. Вот три дня, подписываю, все. И шепотом сказать, ты, конечно, можешь съездить четыре дня, но я тебя буду топать ногами, сделаю страшные глаза, бью ли тебе выговор. Или даже накажу еще. Но я тебе четыре дня не давал, давал три. Потому что так положено по правилам. Идти навстречу неправомерным требованиям нельзя. Народ не понимает. Да и палец откусит руку. Когда говорят о лидерстве, это слово понимают как-то что-то такое, ну, единообразное, что это. Вот лидеры вообще, есть лидеры там, есть неформальный лидер, формальные лидеры. Там все-таки более тонкая градация существует, скажем, по типам что-ли этих лидеров. Но вспомнить, наверное, у всех в жизни в школе был такой момент, когда вот, ну, с урока весь класс сбегал. Ну, можно себе представить, да, там май месяц на улице, травка зеленеет, солнышко блестит, погода шепчет. А тут предстоит там шестой урок, образ собаки ММО в романе Горького что делать. И вот в этот момент такая зудящая тишина, или такой вибрации какие-то таинственные. Вдруг тот говорит, сбежать бы сейчас, а? Говорит, да ладно, ты еще молчи, тут и так тошно. Вдруг другой человек говорит, слушай, а что сидим, пока не поздно, давайте сбежим. И вот тут происходит чудо по Марксу. Идея владевает массами, становится материальной силой. Все вскакивают и ломятся в дверь. Тут встает третий человек, говорит, вы что, с ума сошли, тихо, сейчас же услышу. Все замолчали. Так, ты на третий этаж, ты на первый. Как увидишь, свистите. Одному по двое через спортзал, уходим огородами. И никто не говорит, а что раскомандовал что-то такой. Вот тоже лидер. А век проходит удачно, все хорошо. Самое смешное завтра, что все эти товарищи возвращаются в ту же самую школу, где их с нетерпением ждет и классный руководитель, учитель, литература и директор. Прям с нетерпением в крыльце встречают. Всех заводят в класс и по одному по списку вызывают в кабинет директора. И вот тут обращаются к еще одному человеку, такой ботан, очкарик, отличник. Слышишь, Петров, а что будет, что делать-то, а? Что сговорить-то? Ну, говорит, исторический опыт учат, что трахнуть весь коллектив невозможно. Ищут зачинщиков, кто предложил бежать. Когда будут вызывать в кабинет, скажут, не знаю, я пришел, в классе никого нет, думаю, урока не будет, не знаю, я последний уходил и так далее. Директор скоро надоест, он придет сюда, будет ругаться, кричать, вам характеристики в тюрьму, дам они в школу, в КАЕ и так далее. Ну, так и происходит, директора приходят, прочее. А потом, говорит, седьмым уроком будем отрабатывать тот урок, который вчера пропустили. Образ собаки-муму, в романе Горького что делать? И вот пока шла эта экзекуция, вызывание по одному, еще какой-нибудь там товарищ, ну, идиотские шуточки отпускал, анекдоты рассказывал, все нервно смеялись. Вот здесь вот четыре типа лидеров. Есть лидеры-инициаторы, его идеи считаются ценными, и коллектив желает их исполнить, реализовать. Второй тип организаторы, вот организатор побега. И все признают за ними право и умение организовать работу, какое-то совместное действие и так далее. Есть интеллектуальные лидеры. Вот вчера бы этого Петрова спросили, он бы сказал, что убегать-то толку, завтра сюда же вернемся. Нас все равно заставят эту собаку-муму учить. Вот, и эмоциональные лидеры, которые вот поддерживают эмоциональный фон в группе. Когда вот новая группа студентов, первокурсников собирается, да, ну, они еще не знакомы, начинают знакомиться уже с собой, там первые дни вот учебы проходят, и первым начинают выделяться вот такие эмоциональные лидеры. Ну, обычно так, два не самых умных мальчика начинают плоские шутки отпускать, прочее, да. Две не самые умные девочки им подхихикивать. Ну, и может так случиться, что они станут эмоциональными лидерами, да. Потом, может, не совсем хороший эземпляр станет каким-нибудь организатором нехороших дел. Этим процессом тоже надо управлять. Но кто это будет делать? Куратор группы, деканат, замдекан и так далее. Что-то в последнее время все махнули на это рукой, течет вода, как течет, и плевать. Ну, ладно, скоро доиграемся и до этого. Вот слово «образование» в русском языке образует от слова «образ». Мы формируем человека по образу и подобию Божьему. Но также машинально мы английское слово «education» переводим как «образование». А это и не совсем правильно, или совсем неправильно. Дело в том, что «education» происходит от латинского слова «educary». «Educary» значит «вытягивать». Вот древние латиняне, педагоги были убеждены, в человека заложена программа, все знания в нем лежат, боги заложили, да? Но надо помочь вытянуть их на поверхности. И вот такая задача античной педагогики в этом состояла. И знаете, в этом что-то есть. Вот с рождения ребенка, до шести лет, пока школа начинается уже классическая, можно видеть, что действительно вот эта программа существует. Можно только не мешать ей, или помочь действительно. Освоение вот этого мира, пространства. Человек вот, ну, в районе года, да? Вот, может, ходить он начал. Ну, это любой предмет, который он там со стола стащит, а еще, он швыряет его на пол, все, и летит вниз. Он осваивает закон сибирного тяготения. Подражательный период, он повторяет действия родителей. Родители в мобильном телефоне вечно сидят, он любую игрушку, там, зажигалку случайно взял, присвоил куху. То есть тоже играет в телефон, даже не понимая, что это такое. Где-то возле трех лет, говорит, период головоногов. Вот ребенок осваивает, что есть предметы фломастера, которые след бумаги оставляют. Сначала он просто там чертит все, что попало. Вот, и однажды происходит чудо. Он начинает рисовать своих родителей. Ну, сначала так, голова и ноги сразу, да, там, перекошенные лица и так далее. Но он пытается моделировать уже объекты, самые близкие для него. Вот голова круглая, туловище, туловище потом появляется, ноги, большое количество пальцев. Вот, и это не говорят, потому что родители говорят, хватит каляки рисовать, рисуй человека. Это само включается, эдукерри, вытягивается. И вот так и идет до самой школы. Ну, а дальше уже дидактика начинается. Заполнение глубокими прочными знаниями, умениями и навыками. Продолжаем разговор об улицах Казани. Вот недавно, можно сказать, появилась, была наименована улица Миля в городе Казани. Ну, там правильно назвать, скорее, проезд Миля. Там жилых домов нет, как бы два предприятия, 22-й и 16-й завод, вот между ними этот проезд. Михаил Леонидович Миль, знаменитый конструктор вертолетов, генеральный конструктор. Вот, ну, то есть он закончил Новочеркасский авиационный институт, тогда такой был там авиационный поблиоток. Сродился он в Сибири, в Иркутске. Во время войны, ну, в тылу работал, как конструктор, ну, доводки самолетов. Вот, и вот, где-то с 47-го года, появились его первые вертолеты, автажир он делал. Вот, и, собственно говоря, с Казани именно сильно связано, что, собственно, Казанский вертолетный завод, это, ну, предприятие. Как говорят, 22-й завод, очень был любимый завод Туполева. Можно сказать, что Казанский, наверное, был одним из любимых заводов Миля. Потому что здесь его этапные вертолеты часто осваивались. Это был Ми-2, Ми-4, Ми-8, Ми-17, Ми-14, такой еще вертолет, такого, ну, морского применения, вертолет-амфибия, да, противолодочный. То есть вот несколько таких этапных вертолетов. И проектировался там Ми-8, он его сказал, как, это будет глубокая доработка Ми-4, прыжневой вертолет. А это вот уже турбороактивные, турбовальные двигатели. Ну, совершенно другой вертолет, он назвал это глубокой проработкой Ми-4, глубокой модернизацией. И вот проработался это в 50-х годах, и до сих пор машина совершенствуется, выпускается, ну, примерно, что говорят, треть вертолетного парка мира, вот, такого класса, составляют Милевские вертолеты. На всех континентах планеты они летают, Казанский завод, в этом смысле, завод мирового класса. Это заслуга генерального конструктора Михаила Леонтьевича Миля, в честь которого названа эта улица Казани. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok